Роскосмос внедряет передовые технологии. Анна Кикина готовится к прибытию на Землю. И прорывные результаты космического эксперимента на Байкале. РКС Роскосмоса разработали цифровой двойник космического аппарата. Это программное решение на стыке дополненной реальности и 3D-моделирование выводит управление космической техникой на новый интерактивный уровень. Цифровой двойник проецирует на экране оператор управления полетами для детального мониторинга за всеми системами, приборами и параметрами реального спутника. Ранее РКС разработали технологии цифровых двойников, сферы геопространственных данных, производства, а также испытаний ракетно-космической техники. На МКС состоялась торжественная церемония перед отправкой экипажа Санны Кикины на Землю. Ранее она передала работы с дистанционным манипулятором ЭРА Андрею Федяеву. Находясь внутри российского сегмента МКС, он будет помогать Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петельну во время выхода в открытый космос. А в конце марта запланировано возвращение корабля «Союз МС-22». После маневра уклонения МКС от космического мусора, орбиту станции дополнительно скорректировали для подготовки приземления «Союза МС-22» в беспилотном режиме. Ученым удалось вырастить внеземной кристалл, близкий по структуре к экзотическим соединениям воды и соли, которые наблюдают в природе ледяных лун планет-гигантов. На их поверхности низкие температуры и высокое давление создают поразительные узоры. Полученные в лаборатории новые загадочные гидраты способны повлечь за собой пересмотр в основах минералогии, а также имеют важное значение для развития аккумуляторной энергетики. Ученые подвели итоги первых двух лет работы Байкальского глубоководного нейтринного телескопа «Байкал-GVD». Главный результат удалось подтвердить существование нейтринного потока астрофизической природы и определить его параметры. Нейтрины известны своей неуловимостью и невероятной распространенностью. Больше всего физиков интересуют высокоэнергетические нейтрины, прилетающие из далеких глубин космоса. Их изучение позволит лучше понять особенности эволюции галактик и формирования сверхмассивных черных дыр, а, возможно, даст ключ к разгадке тайн темной материи и темной энергии.